Или сейчас я вам показываю на видео. Гляньте, какая интересная монетка. А как определить подделку? Прямо сейчас вы увидите новые монеты Украины 1 и 2 гривны, которые стоят дорого. И важно обращать внимание, когда вы ими платите. И напоминаю, сейчас проходит конкурс. Я разыгрываю 2 гривны и 10 гривен, покрытый настоящим золотом 999 пробы. Для тех, кто подписан на мой канал, просто ставьте комментарий под роликом по ссылке в описании для участия. И подписывайтесь на фейсбук-группу. Туда можно скидывать ваши монеты для оценки и продажи. Ссылка будет в описании. Ну что, поехали? Во-первых, одна из новостей. Мы увидим обновленный дизайн монет 1 и 2 гривны в будущем. Ведь новые монеты 1 и 2 гривны неудобны, так как они очень мелкие. И сейчас Национальный банк Украины работает над изменением дизайна монет номиналом в 1 и 2 гривны. Об этом сообщил 7 июля заместитель главы НБУ Алексей Шабан. Возможно, те монеты, которые мы сейчас используем, будут заменяться новыми. И самое время найти что-то интересное. Он сказал, Мы услышали жалобы украинцев на качество оборотных монет 1 и 2 гривны прежде всего. И пока мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования. Прежде всего людям с недостатками зрения пожилым людям. Мы услышали нарекания украинцев на качество оборотных монет 1 и 2 гривны прежде всего. И сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты удобными для использования, прежде всего, людям с вадами зору, людям похилого века и так же. Как найти дорогую монету среди новых 1 и 2 гривны? Интересными для коллекционеров могут быть монеты, которые отличаются от обычных. Например, мы видим на них поворот. Но это правильно называется нарушение соосности сторон. Они могут быть как совсем небольшие, так и серьезные. Вот, например, сейчас на Виолите выставлена такая монета 2 гривны 2020 года. Пока мы не знаем, сколько она наберет на электронных торгах. Но я оставлю в описании ссылку на сайт и на этот раздел, где можно покупать редкие экземпляры для себя в коллекцию и можно выставлять свои монеты. Переходите и следите за этим лотом. Совсем маленькие повороты стоят довольно дешево. Но вы можете их собрать и выставить одним большим лотом. А вот реально большие повороты, например, как на этом фото, 180 градусов стоят гораздо дороже. Или сейчас я вам показываю на видео. Гляньте, какая интересная монетка. Это из коллекции одного известного нумизмата. Конечно, цену формируют покупатели и желающие положить к себе в коллекцию тот или иной экземпляр. Но сколько же может стоить такая монета? Ну, я думаю, от 100 долларов и больше. Очень важно, чтобы такие монеты были оригинальными, а не подделками. Да-да, есть люди, которые имитируют разные браки и просто хотят заработать на коллекционерах. Вот, например, такую фото мне скинули. Конечно, очень в плохом качестве и ничего непонятно, невозможно рассмотреть. А как определить подделку? Конечно, по весу монеты, изучив ее под увеличительным стеклом и сравнив с оригиналом. Бывают браки, которые недорого стоят, так что их нет смысла подделывать. А есть, которые действительно серьезные и довольно дорогие. Следующий параметр редкости – это отличие монеты по металлу. В прошлом ролике про новые 5 гривен монетой и 10 гривен монетой я показал, какую монету нашел мой подписчик. Это были 5 гривен полностью не магнитные. Хотя они должны быть слабомагнитными. Это было мини-исследование, чтобы понять, кому вообще еще попадаются такие совсем не магнитные пятерки. За неделю в инстаграм мне только один человек показал полностью не магнитную пятерку. Да, много у кого были слабомагнитные, которые еле-еле притягивались. Или магниты были настолько слабы, что они даже обычные магнитные монеты не притягивали. Напишите мне в комментариях, есть ли у вас полностью не магнитные 5 гривен. И мы поймем, насколько они редко встречаются. А вот монеты 1 и 2 гривны не магнитные – очень интересно. Недавно видел вот такую монету. Сразу увидел цвет монеты, он мне не понравился. Странная монета. Но видим, что в итоге отписался консультант по монетам Украины и определил монетку как сувенир. Скорее всего, это изделие изготовленное из свинца, соответственно, не магнитное. Вот он указал. Но мы видим незаинтересованность в теме новых монет Украины. Понимая, что тема совсем новая, но обращая внимание на то, что дизайн этих монет может измениться в ближайшее время, мне кажется, важно именно сейчас уделить внимание бракам и интересным экземплярам. Так как, возможно, в будущем этих монет не будет в обороте. И они заменятся на другие, более удобные для украинцев. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, просматриваете ли вы свои монеты и ищите ли вы редкие разновидности. И давайте подытожим. Обращайте внимание на нарушение соосности сторон. Это стоит дороже всего. Другие браки. Стоит, конечно, не так дорого, но они попадаются. Их реально сейчас найти и набрать к себе в коллекцию. Это могут быть не про чеканы. Или когда при чеканке попадают какие-то посторонние предметы или масло. Обсудить эту тему можно у меня в фейсбук-группе. Ссылка будет в описании. Обязательно добавляйтесь. Также свежие новости есть в телеграм-группе. Будьте внимательны и проверяйте свои кошельки, когда платите. Возможно, у вас очень редкая и дорогая монета. А для участия в розыгрыше на 2 гривны и 10 гривен, покрытым настоящим золотом, пишите комментарии под видео по ссылке в описании. Я определю победителя среди ваших комментариев. Как только у меня на канале будет 150 тысяч подписчиков. Это будет совсем скоро, так как вы делитесь с друзьями моими выпусками. До встречи в новом видео, в четверг! Здравствуйте, друзья! Это видео снято специально для YouTube-канала Фартовый коллекционер. Хотел бы с вами поделиться очень интересной находкой. А нашел я 5 гривен 2019 года. Казалось бы, вроде бы обыкновенная монета и ничего в ней нет. Но это не совсем так. Итак, эта монета была найдена среди приблизительно 10 тысяч таких же монет. То есть, для того, чтобы ее найти, мне пришлось перебрать 50 тысяч гривен. Приблизительно. Плюс-минус. 50 тысяч гривен. Что хотелось бы сказать по поводу этой монеты? Сейчас. Эта монета кардинально отличается от всех монет 2019 года. Во-первых, у нее абсолютно другой вес. То есть, если взять обыкновенную монету 5 гривен 2019 года, мы видим вот одна монета 5,26. Вот вторая монета 5,28. Вот третья 5,21. Ну, давайте все уже. Вот я вам покажу, чтобы вы видели. И это все 5 гривен 2019 года. А если же мы возьмем вот эту монету конкретно, которую я нашел, собственно. Как видим, вес отличается. Итак, в чем же ее особенность? Этой монеты 5 гривен 2019 года. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам с вами понадобится магнит. Вот, собственно говоря, он. Это неодимовый магнит. Итак, для того, чтобы это проверить, нам понадобится неодимовый магнит. Мы берем неодимовый магнит и просто подносим к обычной монете номиналом 1 гривна. Она прилипает, так что оторвать очень трудно. Теперь мы возьмем обычные 5 гривен 2019 года. Как видим, оно притягивается. И все они будут притягиваться. 5 гривен 2019 года. В большей или меньшей степени. Вот даже сразу две поймалось. Но если мы возьмем вот эту монету, которую я нашел, а это именно она. Еще раз давайте взвесим ее. Вот так, 5.12. Ничего не происходит. Монета полностью не магнитна. С этой стороны. С этой стороны. С этой стороны.